иллюзионным является восприятие мира восприятие мира наше его восприятие мир имеет конкретное реальное существование в том что мы могли бы назвать вечным сознанием но мы человеческое сознание имеют иллюзионное восприятие этого мира так вот фрагментарное и крайне деформированное а стало быть иллюзионное восприятие окружающего мира восприятие его через посредство витальной ментальной призмы которые в нас все время присутствует на весь мир воспринимаем через ум и через эмоции да обязательно все что нас окружает вот нашем эгоистическом сознании это как раз он призму установлены постоянно на нас работает вот это становится очевидным сразу после духовного рождения сразу после рождения психического часа мы видим что мы воспринимаем мир с момента духовного рождения совершенно по-другому он видится нам уже не иллюзионным а очень-очень близким теплым и вполне реальным наше пробужденное духовное око высвечивает этот мир в истинном свете и мы его соответственно воспринимаем мы становимся абсолютно свободными от разного рода болезненных иллюзий ничто уже не может ввести нас заблуждение в этом новом состоянии ибо мы теперь являемся неотъемлемой частью божественного сознания и божественное видит мир совершенно другим неангажированным оком не тем самым взглядом эгоистическим каким видит его остальное человечество все что раньше еще вызывал у вас какие-то вопросы вопрос становится настолько понятным настолько понятным что остается только молчать сохраняя чистоту видение этого нового мира то есть язык не поднимается и мысль не возникает чтобы задавать какие-то вопросы истина здесь и ложь здесь здесь они полностью сосуществуют в одном и том же месте в ту же минуту когда воспринимаете совершенство несовершенство исчезает иллюзия исчезает я говорю здесь не о ментальном представлении какого-то неопределенного общего состояния речь идет о состоянии бесконечно малых вибраций ну что такое одновременно и сосуществование истинной лжи которым здесь говорит мать так это не что иное как видение окружающего мира то из одного то есть другого тела то глазами эгоистического существа то глазами истинной сущности вот рядом совершенно в каком состоянии находится ваше сознание где она в старом таскать физическом теле или в новой структуре то так вы видите этот мир если устранить ложное человеческое видение видение через посредство вот этой витально ментальной призмы через посредством а эмоции то все тотчас ставят свои места и окружающий мир видится очень совершенным вибрационно совершенным который находится в динамике своего становления то есть он меняется динамический процесс процесс становления новой жизни вот и никаких вопросов к нему и к тому что в нем происходит вас больше не возникает вам как неискушенному зрителю становится просто интересно все что происходит в этом мире без всякого осуждения обсуждения то есть мир на становится очень интересным во всех его проявлениях вот казалось бы самых трагических это бывает и такое но даже самый ярый поклонник того что жизнь вечная и душа бессмертно вот корей заходит а на каких-то событиях трагичных которые происходят в этом мире как раз забывает о том что душа бессмертно да он ставится на позицию конечности жизни также да сразу забивает это человеческое представление поэтому помните да что душа бессмертно в этой божественной игре найди 7 она будет приходить в разных телах столько раз пока она не решит свою главную проблему если решит давно не решит кто знает что дальше будет ясно да у меня было переживание вселенной вне человеческого восприятия этого переживания тогда тщетность человеческого переживания стал настолько очевидно что тут начала открываться дверь в нечто иное возможно это господь охватывает мой мозг действительно поначалу очень странно и даже несколько страшновато если еще к этому не готов воспринимать вселенной абсолютно отвлеченно как нечто существующие само по себе вне зависимости от тебя ты просто наблюдатель как бы не участник вот этого процесса не соучастник а просто отстраненно до наблюдаешь вселенную как нечто отличное от тебя вот мать говорит странно было ей в этом состоянии пребывать в этом переживании по сути ты становишься частью этого отца который в качестве активного игрока и одновременно наблюдателя в твоем лице проявлялся в этой вселенной то есть ты и наблюдатель и игрок одновременно когда наблюдатель там понятно ты спектакль наблюдаешь да а когда ты игрок и наблюдатель вот она говорит это странноватое состояние сложно его естественно или просто невозможно осознать умом но не представляю что она имеет ввиду некоторые иногда пугается глядя просто на звездное небо бывает так вот глядят и там бесконечность в паузе и что-то врывается твое сознание возникает страх мне признавались некоторые люди не могу долго глядеть молчание на звездное небо страх какой-то эти как бы отделяешься от этого вот мира и ты от него на каком-то расстоянии то есть глядишься как бы глаза метываться на этот мир выпадая как участник ты не участвуешься просто глядишь его со стороны видимо вот об этом состоянии в странном состоянии она говорит недавно я вдруг покинула человечество мое сознание вышло из человеческого сознания из-под его влияния и я сказала себе вот что они говорят все что они знают всех попытки все это так называемое знание накопленное на планете это вообще ничто нечто принадлежащее исключительно человеку живущему в иллюзии устраните человека и все будет существовать и все эти объяснения которые человек дал всему это просто ноль мир существует и без нас с вами да и как бы не объясняли его существование какие законы не выводили уберите нас вот и все будет существовать и продолжать движение куда-то да так вот фантастическое прозрение матери относительно вот здесь имел место фантастическое прозрение мать и относительно всякого рода ценностей накопленных ментально-витальным человечеством за многие тысячелетия его существования так вот уберите человека пребывающего в иллюзии все эти ценности окажется пшиком который просто ублажают или ублажали эгоистическое сознание вот нам хочется вот всего у себя обложить вот мы придумали науку придумали объяснение придумать законы да ну игрушки вот ублажаем себя ублажаем эгоистическое сознание мир просто есть и абсолютная ценность представляет лишь то что помогает нам преодолеть иллюзионность это земной жизни то есть выйти на контакт с божественным а вот эти иллюзии виде всяких наук всяких нам разных теорий предположений но эта игра ну это развлечение вот для неискушенных умов вот видите очень просто оказывается и все развенчивается так папа потому а потому для того чтобы преодолеть иллюзионность земной жизни воссоединиться с господом на первом месте в ряду наших знаний о человеке и человечество должны стоять знания пути сознательной духовной эволюции как единственные возможности преодолеть иллюзию материальной жизни и возродиться наконец в истине божественной истине и увидеть мир совершенно иными глазами не глазами ученого там материалиста идеалиста не глазами священника этом еще кого-то понятно я просто увидите вот его божественной истине встает вопрос как она это тело может измениться конечно я получила ответ шриуробинда сказал дух преобразует это человеческое тело в божественную реальность таким был ответ я подумал да конечно но каким образом это может быть преобразовано это проблема и вот мать в который раз задается вопросом каким образом тело может измениться безусловно имея в виду видимую трансформацию что что-то должно зрительно наброситься в глаза вот что можно предъявить миру в качестве некого зримого результата чтобы показать да вот она изменилась в результате работы моей на пути сознательной эволюции но она заблуждалась это не мудрено ибо ее уникальный опыт уникальный опыт эволюционной трансформации к этому времени был самым раз на рек самом разгаре и видели самые разные варианты его течение ее уму виделись то есть она пыталась еще строить некие теории как это должно измениться что должно измениться в какой форме должно пристать вот и виделись ей разные варианты но предпочтение на упорно отдавала физическому преображению физическом преображению ну то бишь наверно моложению тела да прежде всего вот но у господа на этот счет совершенно другие планы и новая жизнь рождается в недрах неизменной телесной материальности там на дне этой неизменной телесной материальности проявляется новая жизнь появляется на тонком вибрационном уровне и до момента квантового скачка эволюции до момента взрывного изменения материальности до момента огненного катаклизма до изменения материальности в сторону и уточнение новая форма жизни как носитель нового сознания супраментального сознания будет оставаться внешне невидимой для окружающих то есть она будет спрятана под спудом физического тела вот облика нашего я вы скажу может не скромольную мысль что шестая раса не будет представлен какой-то особой телесной формы она спрятана она прикрыта видимой телесной формой но сознание и способ взаимодействия с этим физическим миром и одновременно присутствие сознания на тонком материальном плане этого как раз и есть проявление сознания и жизни шестой раз человеческий раз она не будет здесь на наш взгляд в какой-то видимой форме представлен во время квантового скачка эволюции возможно произойдет нечто что изменит материальной земли и тогда новый материальный облик он как-то проявится но судя по всему это уже будет представитель сразу седьмой раз это скрытая раз она же может быть скрытой может и это хорошо засекречено до конспирологический там все это припрятано мы то ждем что какое-то там необычное тело традиции выйдет и будет ходить по улицам его будут в зоопарк помещать там или на носилках носите ему будут поклоняться увы вот судя по всему господь предусмотрел цирка не устраивать тут до балаганова такого шапито вот да видимо все гораздо серьезней а что дух преобразует человеческое тело в божественную реальность так это не вызывает сомнений на каком плане это реальность проявится на тот момент матери было еще не очень понятно и ответ всегда один и тот же это не может зависеть от наших усилий конечно понятно что мы должны сделаться настолько пластичными и направленными доброй и наполненными доброй воли насколько это возможно речь идет о теле но это изменение не может зависеть от него самого она не обладает таким знанием и она не обладает такой силой следовательно изменение может зависеть только от божественной боли так вот эволюционная трансформация физического тела наработка в нем вибрационного носителя жизни вечной не зависит от нашего желания и никак не зависит от наших усилий от методов которые мы используем или пытаемся использовать этим занимается только нисходящая божественная сила который требует сознательно открыться не вмешиваться умом в ее работу от нас от нас с вами от тех кто стал на путь сознательной духовной эволюции всего-навсего требуется стать великими бездельниками и наблюдать за происходящим со стороны просто жить бездельничая в духовном плане смиренно открывшись божественной воли и наблюдать за тем что с нами происходит наблюдать со стороны ясно духовом плане все никаких действий эго выковырили все теперь просто живете и наблюдаете хорошо это жить хочется еще да вот и живете не напрягайтесь видите как высший пилотаж вот в этой работе вот куда уж проще но теоретикам интеллектуалам которые не желают никак отказаться от своих догматических взглядов на проблему бессмертия в частности вот как обрести бессмертия кажется чепухой поэтому хочется им напомнить что только практика является критерием истины это избитая вещь на тебя помнить что только практика может разрешить этот спор разрешите этот спор вот а вас практика у них как бы они не пыжились своих экспериментах мысленных дела обстоят очень плохо из рук вон плохо то что мысленный эксперимент это одно какая-то конструкция не жизнеспособная это одно а вот практика реальные таскать изменений которые происходят и способны произойти сознание в телах людей подвергающих эволюционной трансформации через посредство божественной силы это наверно вот то реальное что мы можем предъявить в этом плане вот и все бог знает никогда не минуты в моей жизни даже когда все было мрачно-брачно черным черно самые негативные самые болезни ни разу не появилась я бы хотела умереть а после опыта психического бессмертия это духовное врождение он так называет бессмертие сознание в 1902 или третьем или максимум в четвертом году вот уже 60 лет тому назад я полностью ушел у меня страх смерти теперь у клеток тела есть чувство собственного бессмертия это теперь так вот после духовного рождения вот у матери она произошло как она говорит втором в третьем или четвертом году 900 до после духовного рождения после обретения психологического бессмертия что происходит матери либо у вас раз и навсегда в одно мгновение практически в одно мгновение исчезает страх смерти и исчезают все прочие психологические страхи которые сопутствуют страх смерти самых мрачных и болезненных по человеческим меркам ситуации тихая внутренняя благодать как свет психического существа никогда не покидает у вас ибо вы теперь всегда дома ибо вы теперь находитесь на территории божественной души а с вашим она со времени вашего окончательного переселения в новую тонкую вибрационную структуру новое тонкое вибрационное тело факт обретение вами подлинного бессмертия уже не психологического бессмертия уже не вызывает никаких сомнений от чувства нельзя ничем измерить его нельзя выразить никакими словами но для вас она более чем реально ибо вы теперь и есть жизнь вечная ибо вы теперь есть то чем вы стали стали неотъемлемой частью единого господа то есть вот той самой частью не отъемлема океана всеобщего сознания это ощущение вас уже не обманывает она постоянно присутствует вас как факт сад прям смерть это провал провал всей работы по трансформации мать нет это может и не быть провалом если является волей господа тут больше нет нашей воли это не мы избегаем понимаешь это он принимает решение что все хватит имеется ввиду существование физического тела смерть физического тела вот теперь внимание мать наконец-то вот здесь вот в этот момент она подводит итог своим сомнениям по поводу обретения бессмертия этим физическим телом смерть тела она теперь не называет провалом всей работы ибо на все воли господа и все произойдет именно так как он сочтет нужным то есть она занимает начинает во всяком случае здесь вот в этот период времени в этот момент она занимает абсолютно правильную позиции на все его воли и как он сочтет нужным так и будет вот таковой должна быть и наша позиция самого момента становления на путь сознательной эволюции на всю его волю и все и никаких вопросов в уме относительно чего-либо телу больше не доставляет удовольствие ничего из того что обычно телу приятно это ему совершенно безразлично но что-то или кто-то медленно учит его получать не удовольствие они что-либо напоминающие даже и не что-либо напоминающие даже отдаленно возбуждение но комфортную вибрацию определенных вещах работы чувств но это очень и очень отличается от того что было раньше так вот со времени обретения физическим телом свободы в поле божественных вибраций витальный компонент касаемые получения телом разного рода ну оздоровительных там удовольствие физиотерапевтических удовольствий постепенно сменяется неизменным ощущением тонкого вибрационного покоя который отвергает всякие посторонние вмешательства массаж или еще что-то не не дотрагивайтесь до тела не нужно у него все в порядке вот не трогайте не мните там не теребите то есть у меня это просто вот когда мне душ я тебе помну я тебе помну не надо мять у меня все хорошо мнется так все помято без вашей ручной работы ручная работа это грубая работа это вот это новое состояние это тело обласка на этой вибрации не дай бог что кто-то там своими ручищами влезет или каким прибором тыкать начнут там чем завибрирует там понятно то есть новое вот это новое сознание оберегает вот этот покой оберегает что он абсолютно комфортные он вот настолько комфортный трудно это объяснить да даже щадящий какой-то масла в условиях абсолютного вибрационного комфорта кажется грубым и неуместным и острые неприязни возникает вот так оно и должно быть когда божественной полностью овладевает вашим существом чего еще ему надо существу то вашего вот этого всегда было надо мы всем искали культ замену суррогат какой-то да когда она пьет вот то что и требуется мы тогда наверно все встает на свои места нужно научиться позволять себе жить вот что важно не стоит все время бороться то с тем то с этим пытаться сделать то но позвольте себе жить просто жить потрясающие слова потому что вся человеческая жизнь она проходит по знаком вечной борьбы по знаком вечной борьбы с чем-то с кем-то и за что-то всегда обязательно отсюда постоянная напряженность не позволяющий ощутить вкус живой жизни вкус живой жизни в поле божественных вибраций мы его не чувствуем жизнь без борьбы без страхов без сомнений без страданий что позволить себе просто быть проживая каждое текущее мгновение в радости а память об этом когда-то утраченном чувстве у нас есть есть мы знаем наш клетки от помню допомнить это благодать то для этого нужно все у нас все объединиться с господом объединиться на его территории на его территории как это сделать теперь понятно делаете и тогда вы начинаете просто жить приходит понимание обо всех людях с которыми меня свела жизнь рядом с которым я прожила бой или менее долго и долго почему с какой целью для чего они были здесь и какое воздействие на меня не оказали как проводили работу господа не подозревая об этом чтобы направить это тело мое тело к подготовке чтобы она подготовилась к трансформации это удивительные совершенный замысла чудесный и настолько не человеческий идущий в разрез со всеми моральными интеллектуальными представлениями о человеческой мудрости здесь она говорит о том что ничто в нашей жизни не бывает случайно ибо наша жизнь выстраивается свыше так чтобы мы наикратчайшим кармическим путем подошли к божественной реализации мать удивлена мать удивлена насколько тонок и совершенен замысел 20 относительно нашего участия непосредственно участие в игре найди себя найди себя в господи и стало ясно что на пути реализации этого замысла нет ничего предосудительного кое-что даже идет в разрешите советским представлениям о морали там о грехе понятно то есть все ты делаешь вот и все это в сильной степени так сказать способствует тому чтобы духовная реализация с более совершенной ты неправедник изначально даже детства тебя учат праведной жизни ты живешь не живой жизнью ты живешь и стереотипами какого-то праведного поведения я не знаю правильно это неправильно но сейчас иногда так сказать вот такие есть мнение по поводу того особенно среди воцерковленных христианских людей что детей надо изначально вот в это русло церковное со всеми так сказать порядками с моральными наставлениями вводить чтобы они ну жили праведной жизни наверно это хорошо с точки зрения спокойствия для родителей да вот родители которые приняли это тоже да не видя выхода иного но каково будет детям за это надо смотреть потому что может возникнуть совершенно фантастический бунт сознание ребенка может такое быть до против этих установок потому что кармическая программа может совершенно отличаться от той который пытается от той жизни который пытается навязать ребенку родители я не хочу ничего против говорить не буду уж меня то обвинять четки знает в чем я просто чтобы задумались над этим поэтому моей жизни было много всякого интересного мать бы тоже в ее жизни было многого всякого интересного что в общем не соответствует может представление какой-то жесткой морали и все это было направлено именно на то чтобы вот этот единственный вариант реализации состоялся путем отсечения каких-то ненужных вот этих ветвей до тупиковых всяких то искать направлении понятная то есть живая жизнь она должна состояться августа что называется все средства хороши лишь бы наставить нас здесь бы заставить нас исполнить свой главный долг главный долг перед ним важен безусловно только конечный результат а как он достигнут это вопрос второстепенный через боль страдания унижения многие непотребства проложен наш путь и каждый человек встретившиеся нам в этой жизни отнюдь не случайен не случайно его роль в нашем духовном вставлении тоже была определена как тогда свыше были у нас казалось бы случайные встречи но они обязательно обязательно какой-то на отпечаток наложили на наш судьбу что ничего случайного и не было загляните назад огляните свое прошлое и поймите о чем идет речь то сердечно поблагодарить тех кто причинил вам когда-то боль когда-то причинил вам страдания что бывает очень очень необходимо для роста души и не удивляйтесь тому что некогда страстный бунтарь и греховодник изрядно побитый судьбой в дух обретает смирение не удивляйтесь не случайно иисус особое внимание уделял тем больным которые требуют лечения им нужен врач справедник им он не говорил им врач не нужно они уже состоялись на них даже внимания не обращался состоялись в лучшем из старого но никак не шагнули в новую жизнь если помните когда читаете евангелие там об этом идет речь непосредственно здоровье не существует она ничего не означает она больше ничего не означает болезнь больше ничего не означает действительно ничего и то и другое всего лишь искажение вибрации перемена вибрации корка с точки зрения движения это как узкие места с точки зрения клеток это как корка то что остается от старой инертности из которой мы вышли но у матери сложилось четкое представление о том что использование понятия здоровья и болезни правомедно нет ни того ни другого все просто определяется нет ностью или не пластичностью костной материи и и невосприимчивостью к вибрациям света и и упорным сопротивлением процессу эволюционной трансформации то есть костной материи которая представлена в нашем теле физическом теле отсюда следует вывод что человечество страдает одной единственной болезнью мы уже говорили об этом что это хроническая эволюционная недостаточность а все то что современная медицина мертвых относит категории болезней так называемых болезней психических и соматических это несоответствие наших тел физического витального ментального требованиям эволюции вот и все вот при полном погружении физического тела в новую вибрационную среду когда проявляется новая жизнь носитель новой вечной жизни до физическом теле вот процесс эволюционной трансформации протекает пластичный практически безболезненно что в природе человека зависит от витала и разума изменить относительно легко очень легко я не говорю что это очень просто для обычного человека но это легко легко по сравнению с той работой которая нужно проделать в материи в клетках тела так вот процессов ли он эволюционной трансформации в нашем ментальном и витальном существе относительно прост при соответствующей бдительности сознание ум и эмоциональная сфера вскоре умолкают встают на свои места и остается только посредством все той же практики бдительности ловить на входе в активное сознание всевозможные проявления его метального и витального просто их подлавливать и не впускать до ну еще что периодически враждебные силы еще пытаются нас атаковать а что касается телесной трансформации и последующей наработки новой тонкой вибрационной структуры материальном носителе эти процессы протекают относительно медленно порой это болезненно происходит мы уже говорили зависимости от возрастных изменений и для того чтобы эта работа была полностью завершена чтобы новая тонкая вибрационная структура полностью состоялась и вышел на первый план требуется годы но не десятилетия годы ну вот это нормально ну вот как только появляется сила и они имеются ввиду люди и и хай хоть чуть-чуть почувствует хоть капельку они напрягаются сопротивляются ударяются в панику становятся совершенно беспокойными да именно они становятся такими беспокойными они в полной тревоге вся система тратит все свое время сопротивляясь из потеряясь тому что приходит это очень любопытно так вот любое прикосновение любое прикосновение нисходящей божественной силы независимо от места и и приложения вызывает у человека имеющего достаточно сильный магнит сердца и утонченную психику но не следующее по пути сознательной эволюции соответственно нешуточное беспокойство и страх и даже панику он задается точно с вопросами а что это не болен ли я не схожу ли я с ума что-то сердце ёкнул что-то тело горит что-то ступни горят ну что-то все не так да нет то что мы называем принудительной эволюцией прорыв этой силы на клеточный уровень на ментальный уровень там с крышей что-то так сказать происходить начинает вот бессознательно суетиться и тревожиться все остальное человечество потому что прорывы этой силы они не гарантируют не гарантирует то что кто-то тоже может из туповатых получить изрядную порцию прорыва этой силой на тоже впасть вот такую суету не случайно стремительно растет число психических расстройств у людей нервно психических расстройств это факт это знак сегодняшнего времени даже те кто стал на путь сознательной духовной эволюции испытывая на себе трансформирующие действия нисходящий сил часто пугается тем самым блокируя ее нисхождение испугался страх блокируется поток вот и она не проникает на тот самый уровень на клеточные субклеточные где она должна совершить трансформирующую работу и человек опять вспомнил ой опять до замкнул она туда не идет то есть он блокирует ее нисхождение в глубинные структуры поэтому топтание на месте так что коль вы выбрали для себя путь сознательной эволюции никогда ничего не бойтесь откройте с этой силе как только вы открылись и полностью доверитесь то никаких проблем не будет никаких страхов не будет все будет в благодати вот у меня бывали такие исходы силы когда я готов был наизнанку вывернуться чтобы этой силе вот вообще отдаться знаете вот выгонуться пошел так вот целиком пусть берет пусть берет себя все с потрохами со всеми вот такое состояние так что страх удел тех кто смирился со смертью ваш без страш это гарантия вашей безопасности напомнить знаете и помните что божественной силы который вы сознательно открываетесь и доверяете не допустит никогда того что способна вам повредить никогда ее действие всегда строго дозировано и вы способны это перенести и усвоить это закон закон установлены свыше вы только своим вмешательством стоим так пугливостью нарушаете работу этой силы